В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Проблема с бездомными животными на улицах и перспектива жилищного строительства в Думе прошло заседание социального комитета. Лучший повар Росгвардии в Саровской дивизии состоялся конкурс среди специалистов продовольственной службы Приволжского округа. Восемь танцев и восемь наград. Воспитанники Дворца детского творчества стали королями танцпола. Далее расскажем по всем подробно. Перспективы жилищного строительства в Сарове, создания молодежной палаты при главе города, направления волонтерского движения и ситуации с содержанием собак. Все эти вопросы обсудили депутаты на заседании социального комитета городской думы. Подробности далее. Около 5000 квадратных метров жилья ввели в Сарове за прошлый год. За 24 года введено почти 750 тысяч квадратных метров. Но темпы прироста ввода жилья снижаются, поскольку заканчивается территория для застройки, а население города растет. Участки для точечного строительства на Гагарина, Зерново, Садово и так далее закончились. Есть территория под реновацию, но вот в новом районе, например, не нашлось желающих инвесторов. В дальней перспективе застройка 1А1Б. Сегодня мы должны построить дорогу к поликлинике, которая будет такой северной дорогой, северной частью, чтобы этот микрорайон начать осваивать. И с южной стороны мы сегодня ставим на кадастровый учет земельные участки для многодетных. И будем включаться в программу, чтобы нам в области выделили деньги на инфраструктуру. И также надеемся, что освоение начнется. Но здесь более глобальный, серьезный вопрос – это строительство коммуникаций. По оценкам ресурсоснабжающих организаций, строительство инфраструктуры обойдется в миллиарды рублей. И еще одна далекая перспектива – северная территория. Но указ об их присоединении не подписан. Также Михаил Кашпаев рассказал про выделение участков в многодетном. В очереди по ДЖС стоят 145 человек. Еще 77 семей ждут земли под сады. На улице Нижегородской выделено 72 участка. Туда полностью подведены коммуникации и сделана инфраструктура. На улице Западной предполагают выделить 31 земельный участок. У нас возникли сложности с экспертизой, потому что, ну, по замечаниям, там нужно было проводить как раз изыскание на корстоопасность, на гидрометеорологию и так далее. И, к сожалению, пока мы все эти деньги выделяли и искали. 3 марта заключен контракт с экспертизой на прохождение экспертизы этой территории. После получения заключения администрация включится в конкурсный отбор на софинансирование строительства инфраструктуры. Конкурс на строительство транспортной инфраструктуры в этом году уже прошел, но есть шанс подать заявку на инженерную инфраструктуру. В микрорайонах 1А1Б на кадастровый учет поставят 70 участков. Также на социальном комитете обсудили еще одну же утрепещущую тему – возникновение стаи бездомных собак в городе. По новому закону умерщвление бездомных животных запрещено без каких-то веских показаний, например, серьезной болезни. Поэтому их отлавливают, вакцинируют, стерилизуют, прививают, беркуют и выпускают на волю. Некоторых оставляют в приемнике на попечение волонтеров, но места там уже закончились. В 2020 году это было 63. 34 было передано волонтерам, 29 выпущено обратно в среду. В 2021 году за прошедший период 26 животных отловлено. И все они выпущены в среду обитания. Животных выпускают, причем процесс фиксируют на видео и заполняют по каждой особи отчеты для комитета по ветеринарии. Отберкованных животных вторично не отлавливают. Поймать их заново могут только, если они проявляют агрессию вплоть до укусов. Нас тоже не устраивают такие положения, законы. Это причем обсуждается по всей стране. Действительно, что первично, да, куманное отношение к животному, либо все-таки защита человека от агрессивного нападения животных и от болезни животных. Мы понимаем, что следует за укусом животного. Но пока это обсуждается, но никаких изменений и поправок нет. Сегодня, конечно, это вызывает огромное количество обращений граждан в департамент городского хозяйства, в ГБУ. Пока, как вариант, рассматривают создание приютов. В Нижегородской области будут строиться большие стационарные приюты примерно на 500 голов каждый. Наш приемник также ждет реконструкция и преобразование в приют. Но процесс это не быстрый. Депутаты решили детально проработать эту тему. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 3,4%. Для неработающих пенсионеров, чьи пенсии не дотягивают до прожиточного минимума, предусмотрены доплаты. Их размер будет варьироваться в зависимости от региона проживания. Есть и другие категории, которым также положены дополнительные выплаты. Лицам старше 80 лет, инвалидам первой группы, гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники, положена надбавка в двойном размере фиксированной выплаты. Такая доплата будет начисляться автоматически по данным Пенсионного фонда. Других категорий населения также коснутся повышения индексации социальной пенсии и прибавка в рублях. В апреле возрастут выплаты по государственным пенсиям для некоторых получателей. На повышение пенсии льготы вправе рассчитывать те, у кого есть звание ветерана труда. Также на льготы могут рассчитывать обладатели государственных наград, орденов, почетных грамот, благодарностей министерств, званий, например, заслуженный артист Российской Федерации. Привилегии для льготников доступны и в регионах. Право на дополнительную поддержку присваивают за 40 лет работы в регионе. Минкульт подготовил проект, который даст право кинотеатрам запрещать посетителям заходить со своей едой. Это продвигают киносети, которые рассчитывают, что запрет поможет увеличить рост выручки кинотоваров на 10%. Введение запрета обсуждают с 2019 года, но Роспотребнадзор выступает против. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Сотрудники отделов ФСБ России по Нижегородской области в Сарове пресекли преступную деятельность организованной группы лиц из трех человек. Это заместитель директора ДЭП, заместитель директора ЧОУ «Сфера город Саров» и коммерческий директор ООО «Колесница НН» из Нижнего Новгорода. Их подозревают в хищении денежных средств муниципального предприятия в особо крупном размере. Под видом дизельного топлива они поставляли дешевые нефтепродукты, не соответствующие требованиям ГОСТ. Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. 24 марта в Сарове пройдет акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Мероприятие состоится в школе номер 13. Его цель – познакомить родителей с процедурой проведения ЕГЭ в условиях, максимально приближенных к реальной сдаче экзамена по математике. Взрослые пройдут через все процедуры. Регистрируют, создают телефоны и личные вещи, проходят предэкзаменационный контроль, заполняют бланки. Они могут увидеть, как идет контроль на ЕГЭ, какие меры эпидемиологической безопасности соблюдаются в экзаменационных пунктах, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. Участники акции сами напишут экзаменационную работу. Родители будут выполнять задания в течение 55 минут. Затем ведущие учителя математики проверят работы и проведут разбор ошибок. Еще два разукомплектованных автомобиля могут отправиться на свалку. Речь идет о машинах ИЖ и ВАЗ-2105, которые находятся в районе дома номер 16 по улице Ключевой. Департамент городского хозяйства настоятельно рекомендует владельцам авто убрать свое имущество до 8 апреля. В противном случае машины будут эвакуированы на платную автостоянку, а затем утилизированы. Более подробную информацию можно получить по телефону 97729. Повара Росгвардии должны уметь вкусно готовить и выполнять на отлично нормативы по физической огневой подготовке. Лучших кулинаров выбирают на конкурсе специалистов продовольственной службы Приволжского округа, который проходит на базе Саровской дивизии. О том, как проходит соревнование поваров, о главном ингредиенте армейского меню расскажем далее. 9 лет Валентина Трубицина готовит обеды и ужины для военнослужащих. Плюс домашний опыт. Все это помогло девушке выиграть первый этап конкурса поваров в своей воинской части. Следующий этап – борьба за звание лучшего специалиста продовольственной службы Приволжского округа. По условиям конкурса за 4 часа нужно приготовить обед. 6 часов дается на приготовление выпечки. Армейские повара делают все строго по технологии. Никаких усилителей вкуса. Продукты обычные – мясо, рыба, крупа, картофель, лук. Нам нужно приготовить три блюда. То бишь это салат винегрет, на первое у нас суп гороховый. И мясо отварное порционное с рисовой рассыпчатой кашей. И компот, разумеется, третий. Меню по-спартански простое, но сытное. Из специй разрешено использовать только соль, перец и лавровый лист. На старте шансы у всех конкурсантов равные. Результат зависит от главного ингредиента, который есть у каждого повара. И никто не может запретить его использовать. Каждый повар готовит по-своему. Всегда должна быть душа. Остальное – секретов никаких. Повара, как и все военнослужащие, должны в любой момент быть готовы защищать свою родину. Помимо умения вкусно накормиться служивцев, они должны метко стрелять и поддерживать свою физическую форму. Мы бегали, сдавали километр, пресс, растяжку нашу проверяли, стрельба, огневая подготовка, разумеется. Кулинарные способности военнослужащих проверяли и в походных условиях. Повара готовили в палатках на специальных печах. В зимних бушлатах и шапках рядом с дизельной печкой они все так же ловко шинковали овощи и заправляли супы. Условия, они как бы немножко отличаются уже, потому что все-таки это происходит в установленных палатках УСБ-56 и УСТ-56. Условия немножко другие, но повара наши на то они самые лучшие, что и в тех условиях, в блюдах, получается тоже наиболее качественные. Всего в конкурсе приняли участие шесть команд из разных соединений. За звание лучшего повара Приволжского округа Росгвардии боролись 30 военнослужащих. Победитель будет представлять округ на всероссийских соревнованиях. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Международный день счастья отмечается ежегодно 20 марта. Цель у него глобальная – обратить внимание людей на удовлетворенность жизни и поддержать их стремление быть счастливыми. Дата для празднования выбрана не случайно. 20 марта наступает весеннее равнодеянствие, когда день становится равен ночи по продолжительности. Таким образом, учредители праздника хотели подчеркнуть, что все люди планеты имеют равные права на счастье. Маленькая страна счастливых людей – это место реально. В королевстве Бутан, что уйти в Гималаях, между Китаем и Индией, развитие государства измеряют при помощи валово национального счастья. Его власти официально проводят политику благополучия своего народа. И благодаря им 20 марта многие страны мира отмечают такой необычный, но важный праздник, как День счастья. Это эфемерное понятие долгие годы изучают психологи, философы и даже медики. Но к общему мнению прийти так и не могут, а потому и определений существует очень много. Так что же такое счастье? Что же такое счастье? Вот смотри, человек, разные люди, да? Один упал в лужу, и в луже он видит только лужу. А другой человек упал в лужу, а в луже он видит отражение звездного неба. И вот тебе рецепт счастья. Разреши себе быть счастливым, тогда ты будешь счастливым. Это универсальный рецепт счастья общего действия. Но у каждого еще есть свой личный авторский рецепт, а потому и счастье у каждого свое. Как стать счастливым и что такое счастье? Да я это ж не знала. Как в том кино, счастье это когда тебя понимают. Счастье это то, что мы создаем сами себе. То есть тот человек, который хочет, что он считает для себя счастьем, он каждый день должен для этого трудиться и достигнуть его. Вот и все. Не знаю, трудно сказать. А как стать счастливым? Тоже не могу сказать. Празднику еще нет и 10 лет, а потому традиция у него пока не сформировалась. Так даже интереснее можно придумывать их самим. Не важно, как вы проведете 20 марта. Главное, чтобы в этот день в вашей голове не было места грустным мыслям и плохому настроению. Воспитанницы студии «Задоринки» Дворца детского творчества стали лауреатами международного конкурса «Короли танцпола». После длительного перерыва, вызванного пандемией, это первый серьезный успех подопечных Анны Козловской. С соревнования девушки привезли 8 наград и грант за лучшую технику исполнения. 8 танцев и 8 наград. «Задоринки» стали королями танцпола. Студия эстрадной и народной хореографии покорила международный грантовый конкурс. В этом соревновании они участвуют не впервые. В прошлом году «Задоринки» привезли домой 4 кубка. Моя цель в поездке на конкурс – это не первые места, какие-то денежные гранты, а это компетентное мнение, оценка судей. То есть, есть к чему стремиться. Мы получили очень дельные советы, рекомендации. Уже идет плодотворная работа над ошибками, так скажем. Несмотря на высокий уровень конкурса, атмосфера на нем царила теплая и дружеская. «Задоринки» открывали конкурс своего отделения постановкой «Черный ворон» и закрывали премьерным танцем экспериментариум. «Черный ворон» также включили в галоконцерт. «Мы выступали с одним танцем, ученым. Было волнительно выступать этот танец. Мы выступали с дополнительным оборудованием, лабораторией. Было много недочетов до выступления. Мы попытались исправить все. По итогу мы заняли заслуженное третье место». Около года ребята не выезжали на конкурсы. Из-за пандемии трудности возникали и с тренировками. Без регулярных физических нагрузок сохранять форму на протяжении такого долгого времени было непросто. «Во время пандемии было очень тяжело. Первые два месяца мы вообще не посещали занятия, не было никаких онлайн-курсов. Но потом наша руководительница начала проводить онлайн-уроки. Мы их посещали и старались не потерять форму». Сейчас задоринки активно готовятся к следующим соревнованиям. 27 марта они едут в Арзамас, а сразу на следующий день отправятся покорять новые вершины на международный конкурс в Нижний Новгород. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова